Избрание Божие Избрание Божие Истонarity Божьи прадцам о многочисленном Потомстве Весь народ Израиля Выродился бы окончательно Сначала морально, а затем был бы Полносто уничтожен и физически И первое, что приходит В голову, когда начинаешь пытаться Как-то осмыслить Эту затею, так сказать, с остатком Приходит в голову, что Бог действует как-то странно То есть Не по-человечески Ну, будь я на его месте, все было бы гораздо проще. Сказал, что выбрал себе народ, то есть этнос, этническую группу. Значит, выбрал весь народ, и кончен разговор. И нет уже никакого особого Израиля внутри Израиля, этнического. Весь Израиль, народ Божий, состоящий целиком и полностью из этнических евреев. Ну и точка. То есть, еврей, значит, все у тебя с Богом в порядке. Потому что гены у тебя вот такие избранные. Вот это что такое? По сути, это же расовая теория. То есть, евреи избраны потому, что происходят от уникальных в духовном отношении предков Авраама, Ицхака и Иакова, передавших своим потомкам некий удивительно мощный духовный импульс. Такой заряд, которого хватит на все грядущие поколения евреев. И который сохраняется внутри еврейского народа. Ну, отсюда, конечно же, следует, что евреи должны хранить чистоту расы. Но Бог на то и Бог, чтобы действовать хотя бы иногда по-божьи, то есть не по-человечески. То есть, с нашей точки зрения, странно. Он заключает завет и вроде бы как сдерживает свое обещание, но вроде бы и нет. Вроде бы и любит, но обнимает так сильно, что кости трещат. В общем, понять все это кажется сложным. Почему? Наверное, причин много, но вот одна из них. Когда читаешь увлекательную книгу с каким-то хитро закрученным сюжетом, бывает, что какие-то детали этого сюжета остаются непонятными. Пока не дочитаешь книгу до конца. Они присняются только ближе к концу, к развязке. То есть, к кульминации всей истории. Например, в романах Александра Дюма, которого я мальчишкой-подростком любил читать, это сплошь и рядом, именно так. Ну и не только у него, конечно. Так вот, что я хочу сказать. История Господа Бога с Израилем, да и вообще с человечеством, потому что Израиль признан быть благословением не самому себе, а всем людям, это история с очень хитро закрученным сюжетом. И поэтому, если нам в нем что-то непонятно, нам нужно учесть две вещи. Во-первых, когда мы с вами читаем Танах, это вполне естественно. Потому что развязка связана, конечно же, с приходом Мессии, который еще в те времена, которые были, во времена написания Танаха, еще не наступил, при Мессии тогда еще не пришел. Поэтому, если мы хотим большей ясности в понимании всей этой истории, всего этого сюжета, нам придется читать Новый Завет, который говорит о Мессии Ишуа. Во-вторых, даже после прихода Мессии, возможно, какие-то вещи останутся до поры до времени непонятными, потому что Мессия приходит дважды, а второе, его пришествие, еще впереди. Но, коли он один раз уже приходил, по крайней мере, какие-то вещи мы можем попытаться понять уже сейчас. Так что давайте пойдем в Новый Завет, в послание к римлянам, к общине Рима. В главах 9, 10 и 11 Шауль, он же Павел, пишет о спасении Израиля. И он там использует понятие «остатка», первоначально, как мы сказали, появившееся у пророков. Почему он прибегает к этому понятию? Потому что он терзается вопросом о спасении собственного народа. И терзается это не преувеличение, ведь он пишет таким образом. «Моя печаль столь глубока, и боль, не покидающая мое сердце, такова, что желал бы попасть под Божье проклятие и быть отделенным от Мессии, если бы это помогло моим братьям, моей собственной крови и плоти, народу Израиля». Кто из нас готов сказать такие слова искренне, хотя бы применительно к нашим самым близким людям? Еще не знающим Мессию. В Ишуа веровали многие еврейские современники Шауля. Книга Луки о деятельности шляхим, то есть апостолов Ишуа, говорит, что их были тысячи. Даже многие из священников Куаним тоже стали верующими. Тем не менее, Шауль понимает, что Израиль как народ в целом отверг Ишуа. Не принял его как Мессию. Это с одной стороны. А с другой стороны, язычники, то есть неевреи, принимают его. И вот эта ситуация Шаулю совершенно непонятна, потому что она противоречит нашей человеческой логике. Соответственно, он мучается вопросом о том, что же все это значит. Неужели смысл происходящего в том, что Бог отверг Израиль? Что вместо Израиля он выбрал себе другой народ? И объяснение, которое находит Шауль, и которое он дает в своем послании общине римской, становится частью канона Священного Писания. Факт указывает на то, что за этим объяснением стоит сам Господь Бог, поскольку мы считаем Писание его словом. И понятие остатка в этом объяснении играет, на мой взгляд, ключевую роль. И оно также непосредственно связано с избранием. Что же нам говорит Шауль? Слово остаток у него встречается в этих трех главах всего дважды. В девятый один раз и один раз в одиннадцатый. Однако это не значит, что оно для него играет второстепенную роль. Как раз наоборот. В девятой главе он цитирует Танах. А Исаия провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израилева были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гаморе. Семя – это немного вольный парафраз самого Шауля, поскольку в девятом стихе первой главы Исаии, которую он цитирует, стоит еврейское слово «сарид», которое означает «уцелевший», «выживший». Почему он использует именно это слово, мы сейчас увидим, чуть погодя. А вот второй раз у него остаток появляется в одиннадцатой главе. Итак, спрашиваю, говорит Шауль, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Аврамова и из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что Писание говорит в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря, «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед валом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. Если по делам, то это уже не благодать, иначе дело уже не есть дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились». Этот отрывок короткий, но очень насыщенный и важный, и поэтому давайте спокойно разберемся в том, что же тут написано. Шау начинает с мучившего его вопроса. «Неужели Бог отверг народ свой?» Вопрос исключительной важности для всех, кто хочет иметь дело с Богом, не только для евреев. Почему? Потому что если этот Бог мог отвергнуть целый народ, с которым он заключил завет, с которым у него была такая длинная история, и которому он дал такие великие обещания, нет никаких абсолютно гарантий того, что он однажды не отвергнет кого угодно. Шауле отвечает на этот вопрос отрицательно, причем в греческом языке стоит выражение, которое произносят в сердцах, почти с негодованием. Конечно, нет. Что-то такое со многими восклицательными знаками. Далее следуют его аргументы. Почему? Конечно, нет. Первый аргумент – это его собственная вера в Ишуон. Он фактически говорит, Бог не отверг Израиль, поскольку я верю в Мессию Ишуа, которого Бог послал Израилю. А я, между прочим, не кто-нибудь, а самый настоящий израильтянин. То есть, логика у него такая. Если бы Бог действительно отверг Израиль, то есть весь народ целиком, то в Ишуа не верил бы ни один еврей. А вот я верю. Поэтому Израиль вовсе не отвержен Богом. Второй аргумент – исторический. Шауль приводит пример из истории древнего Израиля, где ситуация была аналогична нынешней. Пророк Ильяху или Илья ощущал себя, вероятно, так же, как ощущал себя, может быть, Шауль. И уж точно как сегодня ощущают себя очень многие израильтяне, приходящие к вере в Ишуон. Он ощущал себя крошечным островком в море. Единственным израильтянином, который был послушен Богу Израиля. Он тоже вполне мог подумать, что народ опустился ниже некуда. И это конец. О чем он, собственно, и жалуется Богу. Остался я один, но скоро и меня прикончит. Так что в так называемом народе Божьем не останется буквально никого, кто еще верит в Господа Бога Израилева. И верен ему. Верит в таком смысле. Верен, принадлежит. Однако Господь отвечает ему, что это не так. Что он соблюл себе, он сам Господь, соблюл себе 7 тысяч человек, которые, несмотря на всеобщее идолопоклонство, все-таки ему верны. И далее Шауль отсюда делает ход конем, если так можно выразиться. И говорит, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. И вот тут-то у нас с вами в одной короткой фразе сходятся все эти три вещи вместе. Избрание, благодать и остаток. Таким треугольником. Вот почему мы столько времени возились с этим самым остатком сначала в предыдущей программе, а потом в этой, потому что он напрямую связан с избранием. И Шауль говорит, во-первых, что хотя те 7 тысяч, о которых Господь сказал Илии, в Танахе остатком не названы, по сути своей они были именно им. Они были именно таким остатком, таким же, о котором говорят и Исаия, и Иезекииль, и Иеремия. Во-вторых, подобное явление, говорит Шауль, имеет место быть и в нынешнее время. Сегодня в Израиле тоже есть остаток. Это те евреи, которые стали учениками Мессии Ишуа. Как и раньше, этот остаток сохранил сам Господь. Но, и вот это в-третьих, Шауль вводит здесь нечто новое. Он говорит, что остаток этот состоит из людей, которые Господь избрал по определенному принципу, если здесь вот это слово «принцип» уместно, он избрал их по своей благодати. Он говорит об избрании благодати. В то время как пророки говорили лишь о факте существования остатка и о том, что за этим фактом стоит сам Господь, Шауль впервые употребляет понятие избрания применительно вот к этому остатку, а не ко всему народу Израиля. И прежде чем мы пойдем дальше, давайте остановимся на секунду и осмыслим вот этот момент. Если вы посещаете харизматическую общину или читаете книги харизматических проповедников, то, возможно, вы слышали такое выражение «двойное помазание». Оно взятое из истории Елисея и Ильи. Но вы, скорее всего, никогда не слышали о двойном избрании, потому что такого термина нет ни в писании, ни в книгах, насколько мне известно. Однако, если мы с вами до сих пор читали писание правильно в наших программах об избрании, то этот термин вполне можно было бы изобрести применительно к остатку Израиля. Ведь Израиль в массе своей избранный народ, в силу того, что евреи – потомки Авраама, Исаака и Якова. Однако внутри Израиля есть еще особая группа, так называемый остаток. И вот он-то, в отличие от основной массы евреев, получается вроде бы как избранный вдвойне. Первое избрание в силу физического происхождения, от еврейских прадцев, а второе – по благодати. Могу предположить, что кто-то отреагирует на изобретение мной двойного избрания возмущением и обвинением в том, что нам, мессианским евреям, одного, простого, обычного избрания мало. Но никак мы не успокоимся со своей особой ролью, уже не знаем, как поярче хвост свой веером распустить и покрасивее себя преподнести всему остальному человечеству. Смею вас заверить, что таких намерений я за собой не знаю. Все, что я пытаюсь делать – это читать Писание и думать над прочитанным, причем думать молительно, то есть перед Господом. Помню о том, что всем нам, грешным людям, без различия национальности, свойственно ошибаться, в том числе и самообольщаться. Нам предстоит сделать следующий шаг вперед – выйти на тему избрания уже не коллектива, а отдельных людей. Сделаем это через неделю, если Господь позволит. Спасибо. Шалом.